Всем привет! Это программа «Отрывной календарь» и я, ее ведущая, Катерина Матвеева. Сегодня я расскажу вам о самых интересных и значимых событиях СМИ Владивостока и Приморского края. 30 лет – это серьезно, особенно для медиа. Одно из самых уважаемых и, безусловно, авторитетных печатных изданий региона – газета «Владивосток» празднует юбилей. Конечно, не одна, а со своими читателями. Уважаю вас, знаю только с хорошей стороны, дай бог процветания, 100 лет жизни, здоровья детям, семье, чтобы по жизни все складывалось нормально. А в душе целую вашу душу. Журналисты решили оглянуться и вспомнить, как прошли эти три десятилетия и для людей, и для страны. Мы в номере за среду, нашей толстушке любимой, публикуем фотографию Владивостока. Каким он был в 90-м, например, году. Это очень известные места, они всем знакомы, но они действительно неузнаваемо изменились. И просим рассказать в письмах, в звонках, в редакцию, где это место, как говорится, где этот дом, узнали вы или нет. Вторая акция, чем-то похожа на первую, но это не конкурс, не что-то такое. Это просто разворот, который показывает фотографии, которые были сделаны нашими фотокоррами. А газета «Владивосток» гордится своими фотокорреспондентами. У нас работал цвет фото-журналистики приморской, которые были сделаны в 89-м, в 90-м. Мы прям берем по годам. Вот 89-й год какой-то срез, вот 90-й, черно-белые, совсем другие реалии, даже люди кажутся совсем другими. Что-то вот очень сильно изменилось. И вы знаете, вот за несколько номеров, что уже вышли эти акции, мы их на наших страничках в соцсетях выкладываем. Мы не ожидали, какой там огромный всплеск интереса вызовут эти фотографии. Фотография, 9 на 12, с наивной подписью на память. Фотография, где мог ты улыбаться, хотя улыбкой вряд ли что исправить. Еще один конкурс касается не фото, а текста. На второй полосе газеты есть заметка с указанием словосочетания, которое нужно найти в газете. Конечно, для этого необходимо перечитать весь номер. Не хватай его сразу, не хватай его сразу. Выясни вначале, как он управляется, выясни, как он управляется сначала. Не понял, повторите. Узнайте, где у него кнопка! Впрочем, для читателей это не проблема. Они активно звонят в редакцию, называют правильные ответы и получают призы. Билеты в театр, филармонию или картинную галерею. Конкурс будет продолжаться еще не одну неделю, так что билетов для самых расторопных и внимательных участников хватит. 4,5 миллиона рублей выиграли сотрудники в ГУЭС. Не в лотерею, конечно. Преподаватели получили грант Российского фонда фундаментальных исследований. Так что прогулять денежки не получится. А вот на что пойду средства, выясняла Анна Бережная, ведущая вечернего шоу «Время говорить» на восьмом канале. Даже не знаю, что купить или... Ну, во-первых, я очень рад за тебя. Во-вторых, я уже все посчитал. Садись. Садись. На эти деньги ты можешь купить 3484,5 литра, и у тебя еще остается 92 копейки на закусь. Если ты будешь пить по литру в день... По литру? По литру. Знаешь, на сколько хватит? На пять лет. Грандиозно. Грант Российского фонда фундаментальных исследований на 4,5 миллиона рублей выиграли преподаватели в ГУЭС. Цель проекта победителя – разработка технологии хранения и обработки больших массивов слабо структурированных биомедицинских данных. Об уникальности и актуальности проекта мы узнаем прямо сейчас. Проект направлен на разработку единого хранилища цифровой информации, биомедицинской информации. Цель проекта состоит в том, чтобы объединить в одном месте данные из самых разных источников, подготовить их для того, чтобы их дальше анализировать и делать определенные выводы. Вот та самая огромная, большая, наверное, успешная проекта, связанная с поиском гена рака, онкологических заболеваний. Это один из таких ярких примеров развития отрасли анализа данных, больших данных, потому что именно поиск зависимости между каким-то геном и тем, что у человека возникает онкологическое заболевание определенное, это было, возможно, сделано на больших данных. Собственно говоря, мы накопили такой объем информации, что мы можем из этих данных извлекать причины следственной связи. Что ж, надеемся, что у владивостокских ученых все получится. И именно наши специалисты найдут, если не лекарство от рака, то дорогу к нему. А вот 8 канал нашел свою дорогу, вернее дорожку, синюю, звездную. Товарищ, всех вас интересует вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Прошу всех взглянуть на небо. Снизу звездочки кажутся маленькие. Маленькие. Но стоит только нам взять телескоп. Наши журналисты встретили на ней руководителя детского киножурнала «Яролаж» Бориса Грачевского, ведущего и сценариста Александра Гордона, режиссера Алексея Германа-младшего, американскую актрису Энди Макдауэлл и многих других. Интервью с известными персонами кинематографа, сногсшибательные наряды знаменитостей и полный обзор фестиваля. Смотрите в новостных выпусках 8 канала. А 8 канал продолжает проект «Попробуй на себе». Наш корреспондент Дмитрий Беломеснов вместе с корреспондентом Риа Владнюс Дарья Наумец попробовали себя в роли лучников. Все знают, что первый клинкомом. Но я надеюсь, что все-таки у меня хоть что-то получится. Не зря я постоянно смотрю «Игру престолов» и мечтаю оказаться на коне. Дарье повезло, ведь тренировку для нее проведет мастер спорта международного класса по стрельбе из лука Зарикто Сайжинов, который неоднократно поднимался на пьедестал российских соревнований, а также международных. Кажется, что это просто, но на самом деле это тяжело. И у меня уже успела устать левая рука и даже правые пальцы. И это только начало. Попытки не были идеальными. Иногда Дарья попадала мимо мишени вообще, то есть в щит, иногда в белое поле бумаги, а иногда в мишень. Я не попала в цель, но для меня это был большой опыт. И совсем скоро, возможно, я вернусь сюда и точно попаду в цель и убью ходока. Ну как? Четко чеканит. Ну а из тебя мы вратаря сделаем. Экстра-класса. За три дня. Ну да. По бразильской системе. Невероятно, но факт, голевая передача и детские жалости. Радио Лемма не снижает обороты и продолжает череду конкурсов для своих поклонников. И, друзья, традиционно в 17.40 на 102.7 FM, прав как шоу, два в одном, начинается конкурс «Голевая передача». Немного о спорте, но и по большей степени, конечно же, расширяем кругозор. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, необходимо выбрать один правильный ответ из шести предложенных. Ну и все, дело за мало. Ответил правильно, забрал свой приз. Всем удачи, мы начинаем голевую передачу. На этом у меня все. До встречи.